Любовь к природе как смысл жизни. Ежегодно 14 октября в России отмечают профессиональный праздник работников заповедного дела. О тех, кто работает над сохранением природы и в чем заключается их деятельность, расскажем в следующем сюжете. Ненецкий округ – уникальный и неповторимый субъект России. На территории, расположенной за полярным кругом, находится 12 особо охраняемых природных территорий. Одна из них – заповедник Ненецкий. Территория заповедника обширная. Это и море, и тундровая часть, где обитают различные виды, как зверей, птиц, морские, млекопитающие. То есть изучение животного мира и растительного мира заповедника. Также круглогодично на территории заповедника проводится ряд исследований. По практике сложилось определенное направление научной деятельности в заповеднике. Это изучение вечной мерзлоты на территории заповедника. Это изучение хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу как Российской Федерации, так и Ненецкого округа. Это изучение воробьинных и куликов. Также изучение малого лебедя, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Помимо исследовательской деятельности, немаловажную часть работы всего заповедника составляют эколого-просветительские проекты. Ведь благодаря им население Ненецкого округа узнает о правилах поведения в природе. Вообще, это, конечно, история уже 17-летней давности. В заповедник я попала не случайно. У меня папа был раньше директором заповедника. Ну и, собственно, вот он и привел любовь к тундре и подтянул меня, собственно, к своей профессии, мечте. И я вот стала тоже частью заповедника. Именно любовь к природе привела Юлию в заповедник. Теперь она не просто работает на благо природы, но и передает все знания подрастающему поколению. Мы работаем очень много с детьми, со школьниками. Рассказываем им про то, кто обитает в заповеднике, что такое вообще заповедники и национальные парки, для чего они нужны, кто там обитает. Еще мы организуем и реализуем различные мероприятия. Также сотрудники заповедника выезжают на природу с различными экспедициями, чтобы вести мониторинг за изменениями флоры и фауны. Очень нами любимая такая работа – это кольцевание воробьиных. Это первая такая работа при открытии сезона вообще полевого. Это самая первая работа. Это в начале июня сотрудники едут туда, на территорию. И отлавливают и метят маленьких воробьиных птичек различных. И таким образом они видовой состав определяют этих птичек. И различные удивительные факты. Телеканал «Север» поздравляет экологов с профессиональным праздником и желает больше интересных проектов и плодотворных исследований. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...